Земля должна дать еще одну вещь, четвертую, которую я хочу сказать. Она должна отдать своих мертвецов. Писание говорит, что земля отдала своих мертвецов. То есть она отдаст людей, которые находятся у нее в темницах и в плену. И когда мы с вами сделаем эту работу, пророческую работу, чтобы глаз Господень пришел сюда, то тогда земля отдаст своих мертвецов. Это очень серьезно. Когда вы читаете о земле в Писании, вы видите, что Бог говорит землей как с одушевленным личностью. Он говорит к Иерусалиму, о Иерусалим, Иерусалим, плачет над ним. Он говорит о Вевсаиде, о Капернауме. Он говорит с ними как с людьми. И Он говорит горам, говорит холмам, говорит кедрам, говорит к дубравам. Он говорит к озерам, Он говорит прямо к ним. И Боже Слово, ну, просто сотни мест, где Бог непосредственно обращается к самой земле. Это не метафоры. Это буквально повеление. Пророки говорят нам, несколько пророков сказали недавно, я помню одного из них, он сказал, пророчествуй земле. Это было мне повеление. Ты должен приходить в те земли, в которые ты приходишь, и ты должен говорить земле. И сегодня я больше и больше понимаю эти вещи, что это так важно, когда наша нога вступает на землю, которую Бог отдает нам, она создает вибрации. И Он говорит, я топну ногой, я всплесну руками. Зачем хлопать? Это же не бить воздух. Это создавать звук. Зачем возглашать на вершинах гор, чтобы создавать звук? И Он говорит, это голос не победителя, это голос пораженный, потому что у пораженных тоже есть голос. Послушайте. Голос, так же, как имя, имя проклятия. А есть голос проклятия. И мы сегодня должны найти звук. И как сказал этот человек, голос небес. Смотрите. Пойте Господу новую песню, хвалу Ему от концов земли. Вы, плавающие по морю и все наполняющие Его, острова и живущие на них. Посмотрите, у этих народов есть звуки, у них есть ритмы. Они, это их язык интуиции. Это их язык, с которым они соединены с духовным миром. Буквально, это их молчаливая молитва воздыханиями неизреченными. Сегодня же мы берем коммерческую культуру, втаскиваем ее в церковь без святого духа и начинаем все просто переводить песни, которые нравятся нашему слуху. Это серьезные вещи. От этого бесславия, от этой бедности, от этой нищеты мы не можем родить мужественное движение духа. Нам нужна сила и смелость быть поклонниками. Смотрите, как они славят. Я не говорю о том, что сегодня мы должны просто взять, просто втащить эту культуру в церковь. Мы должны провести ее через кровь Христа. Мы должны провести ее через крест Голгофы. Но Господь счистит их бесов оттуда, а оставит суть, и она будет прекрасна. Воздайте Богу славу за это. Они пытались это сделать. Смотрите, он трубит в шафар. Смотрите, они стучат на барабанах. Они что-то делают с этими вещами, чтобы выдать свой звук, звук пустыни. На их головах очень практичная вещь. Туда не задувает песок. Они могут скрыться от солнца. Могут в ночи переночевать на холоде. Могут подстелить это под себя. Могут обмотать шею, когда идет песчаная буря. Они могут укрыть ребенка этим. На их головах хоть и практичная вещь. Но также звуки, которые в них, они еще более практичны. Они дают им защиту и дают им покрытие шалома, мира, в котором они сохраняются как народ. Вы знаете, христианство все объявило бесами. Забрало это все. Видите, как он сказал? Забрали инструменты. Забрали душу. Давид первым делом приходил, и он делал наоборот. Он забирал инструменты. Вот читаем Псалом. Псалом на орудии Гевском. Помните, кто такие гефяне? Голеав был гефяне. Великаны, шестипалые люди. То есть, ну, такие чудовища. Давид приходил туда, прежде всего в какой-то храм идолов, забирал инструмент, проводил это через огонь или воду, и воздавал Господу славу. Так же, как он взял меч и сказал, нет подобного ему, и потом воевал, забрал из учеников потом, когда убегал от Саула, и этим мечом воевал, мечом Голиафа. Мы сегодня должны искупить музыку, культуру. Это очень серьезно. Это настолько серьезно, что вот сейчас не проповедь. Это дверь. И мы с вами пойдем в эту дверь. И мы уже в нее заходим. Вот почему сейчас, не судите строго, когда мы здесь двигаемся в фолке. Потому что мы должны найти этот звук неба. мы должны соединить звук земли в нас, через наш танец, через наше пение, через наши тексты, которые мы получаем от Бога. Вы здесь? Ребята, получаем от Бога прямым образом. Господи, помоги нам, Иисус. Вы здесь, братья и сестры? Я не знаю, мое сердце разрывается. Особенно от того, когда людям это не надо. Вот почему мы проводим время сейчас в наших колодцах села Ама. потому что мы приближаемся. И мы пьем из этого колодца. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. Скажите, пожалуйста, песня из другого континента, которую я беру и перевожу с английского на русский, это в духе и в истине? Чужие слова, чужая мелодия, с чужой земли. Человек, который не понимает моего языка, он написал ее. Прекрасно, ты молодец. Я спою ее вместе с тобой, в обнимку пошатаюсь. Но я не могу ее поставить в основании моего служения поклонения. Потому что это не голос земли. Это не местная погода. Это не наш дождь, не наш туман, не наш плеск волн. Мы должны свой голос взять здесь. Пророчески. Те ангелы, которые здесь находятся, они должны нам дать этот голос. Тот дух из семи духов по всей земле, который распределен на наш регион, он должен нам дать, что делать. Один из семи духов Божьих, которые обозревают всю землю. Те ангелы, которые здесь служат, те Серафимы и Херувимы, которые отвечают за этот регион, они дают нам свое облачение в духе. И, конечно, это сложный вопрос, если взять коренные народы и так далее, что здесь мы приехали, родились, у меня вообще кровь не местная и так далее. Но Бог с этим разберется, ребята. Вот почему сначала надо услышать с неба. Потому что, когда Он приходит и посылает звук с неба, Он все решает сразу. Он проходит и все вот эти вот коридоры и кроссворды вибрации и настраивает струну. И все выстраивается вокруг звука с неба. А потом с земли, земля выдает свой, земное и небесное сретятся, правда и мир облобызаются. в поклонники, внутри поклонника. И Он даст свой голос. Истинные поклонники уже настало время будут поклоняться в духе и истине Отцу. Ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Отец наш ищет вот таких поклонников. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться. просто петь песни на память, текст читать. Ам-ням, ням-ням. Они должны поклоняться в духе и в истине. Истина – это кровь жертвы Господа, а дух – это вечный дух Бога для нас. О, Боже, слава! Земля должна отдать, и она уже отдаёт. И мы должны найти свои инструменты, свой звук, своё пророчество. В Библии много мест Писания, тысячи, и мы должны взять то, что Бог говорит нам сейчас. И это петь. То, что Бог говорит нам, пророческое, вы знаете, что вся книга Псалмов, она пророческая, но это в музыке она. Все 150 Псалмов поются, они созданы для песни. Это песня. Песни песней поётся, она не читается. Когда мы читаем песни песней, мы делаем неправильно. Мы хотим найти хорошие стихи в песне, но никогда ты не будешь брать всю гармонию, если ты будешь читать, как поэт, стихи из песни. Потому что, ну вот я, допустим, недавно читал Моцарта, реквием, стихи, тексты. Очень прекрасно, мне понравилось, но музыка мне больше нравится. Но, когда ты соединяешь это вместе, получается усиление, могущественное усиление, когда есть текст и есть музыка. Поэтому Псалмы надо читать по я. И когда мы читаем их как стихи, ты не понимаешь само звучание, не понимаешь саму рифму, не понимаешь саму славу Псалмов Давида, потому что ты их читаешь в речитативе. Их надо петь. Вот то же самое происходит, когда мы не поймали звук земли, когда мы поем какие-то странные тексты, которые не изменяют нашего сердца. Они не являются пророческими для нас. Мы должны петь песню сердца, то, что Бог говорит к нам. Вот что надо делать. И надо пророчество брать и пропевать пророчество. И это сейчас, вот этот разлом пошел, он разломает планету. И это принесет пробуждение. С этими ребятами петь «Хвала тебе, наш Господь!» «Я люблю, Господь, твой дом!» Это издеваться над ними, это насиловать их. Давай следующую картинку. Давайте прокрутим разные картинки. Смотрите, с этими ребятами, как это можно? Вы слышите? Еще. Еще. Вот он, смотрите, красавец. Вот такой пришел к Аврааму. Вот такой пришел к Аврааму. И Авраам понял, что это не человек. с ним, вернее, с ним надо не торопиться. Как один из них сказал однажды, когда он сидел, пришел к проповеднику однажды, который приехал туда, миссионер, и просидел час, два, три, четыре, а миссионер держал записку в руке, она у него вся сжалась, вспотела и размякла, чтобы ему пункты у него спросить. Только он не решался, потому что они пили чай, уже наполнили чаем, чашка за чашкой. И тот сказал ему в конце, говорит, ты мне нравишься. И тот отцепенел, записка вся уже провокла в кармане. И он спросил, почему? Он сказал, у тебя нет планов со мной. И тот сказал, расскажи мне об этом подробнее. Да, говорит, вы просто приезжаете сюда, и у вас пункты, вы хотите нас использовать, а ты сидишь и просто плывешь рядом со мной. Ты мне нравишься. Я послушаю твое послание. С этим человеком нельзя торопиться. У него и такая же музыка. И поэтому музыка их, их фолк, это ключ к их сердцу. Ты хочешь их понять? Послушай их музыку. Послушай их сказки, как выстраивается шкала их ценностей. послушай звучание их языка. И ты получишь секрет ключам, как он может тебя услышать, чтобы услышать небо через тебя. Ты услышишь землю, а небо услышит землю, а земля услышит небо. Так написано. Небо услышит землю, земля услышит небо, и я спасу Изриэль. Потрясающая, потрясающая дверь, восхитительная дверь. И мы входим в это все вместе. Это все компоненты звуки, музыка, культура, язык, слава и красота народу. Мы берем ее, проводим через огонь, бесы выходят и начинаем ее отдавать хозяину, отдавать царю. Смотрите, вот они, ребята, вот они. Им нужно это. Через горы пойдет этот звук. Вы думаете, зачем они делают вот так? Потому что другой звук не дойдет так далеко, как вот этот. И он пошел, пошел, пошел. И они его высвобождают. и это не все бесы. Фух, красота. Где русские? Слава. АкадемияTeleкую탈ная Шехют. Шех Старкаде. шехи, шехи, шехи. Шехи, Х play-fi, шефхе. Шехи,